Здравствуйте, с вами Блок. Ничего святого, Сергей Боярков, я тут художник, который может объединить каждого. Я тут услышал такое, знаете, неожиданное достаточно мнение, да, мне сказали, чтобы не сойтись, да, посередине Украины, не дай бог, то, наверное, не надо больше смотреть в глаза Путину, да, а надо просто перестать трындеть, да. И заодно воровать, и иногда анализы сдавать. Друзья, если почитать речь Зеленского или посмотреть ее в Ютьюбе, пока что ее не изъяли, что он обещал? Такую я бачу Украине, Украина майбутнего, цель. Они это запретят скоро, они потребуют Ютьюб, чтобы это убрали, они запретят это печатать на сайтах, потому что это, я недавно анализировал обещание Зеленского, это какое-то издевательство, это, знаете, прикол, что ли, какой-то. Он пообещал вот ровно то, чего не произошло, и прогнозировал, и анонсировал то, чего с нами не случилось, а все произошло ровно наоборот. Кстати, я не зря вспомнил насчет мочи. Нашего уже скоро нелегитимного президента Зеленского, потому что подходит срок, когда-то попросили сдать на анализ. Ну, так, Кличко сказал, я могу. Видите ли, Кличко еще тогда сказал, что моча президента покажет все. Он сказал, нет ничего злопамятнее на свете, чем моча. Но эту тайну Зеленский хранит до сих пор. Нет, где-то у Пальчевского в сусеках, это, наверное, один из компроматов. В общем, когда президента страны обвиняют в том, что он накосячил здесь, здесь и здесь, он обязан предоставить возможность разобраться. То есть, если президента подозревают, что он наркоман, что он когда-то употреблял, он должен развеять. Это не то, что он хочет или не хочет, он обязан развеять, сказать, нет. Ребята, это неправда, я не такая. Я не жду трамвая, а сдаю анализы ВАДа. Да, приехали, да, приехали анализеры. Зеленский сказал, что нет, я, говорит, в международную авторитетную компанию, которая признана во всем мире и проверяет олимпийских чемпионов, собственно, и всех остальных, там, боксеров, гребцов, там, стрелков, шпажистов и даже шахматистов, мне, говорит, у нас есть Пальчевский, такой, знаете, патриот Украины, в кавычках, который не раз законтачивался и на российских каналах, нес пророссийскую бредятину антиукраинскую, да и у нас, мне, говорит, западные союзники и не союзники, мне, говорит, Пальчевский союзник. Так вот, то, что на сегодняшний момент у нас нет другого выхода, кроме как менять каким-то образом, ну, не только 5-6 дефективных менеджеров. Друзья, стало понятно, что мы шанс, который был в 22-м году, а он был, не использовали ни в 22-м, ни в 23-м, и уже наши западные партнеры, это же не то, что я придумываю, они уже говорят о том, что возможно в 25-м году, то есть возможно не точно, а возможно. В общем, я с недоверием отношусь к любым средствам массовой информации, ну, то, что я к Зеленскому отношусь с недоверием, так это еще с 19-го года, как и вы, потому что любое средство массовой информации, которое, ну, выходит в стране или находится в стране, вовлеченной непосредственно в конфликт, может нас дезинформировать. Ну, то, что российские средства массовой информации дезинформируют нас, ну, практически всегда, что там говорить, всегда. До прихода Зеленского у нас были средства массовой информации, тоже можно было бы сказать одно, второе, третье, сделать собственные выводы, даже во времена ковида у нас еще были независимые каналы, которые говорили правду. После начала полномасштабной агрессии, ну, конечно, по нашей просьбе, у нас отобрали наши конституционные права. Ну, я лично не просил, уверен, что и вы не просили. Я вообще не знаю никого, кто просил бы отбирать у него конституционные права, но уже чуть ли не объявляют предателями теми, тех, кто задает вопросы, напрямую задает вопросы, а зачем Зеленский молол вот эту чушь про шашлыки? Если его развели, извините меня, как лоха, да, потому что это только лох может кричать публично, что он не лох, потому что если человек не лох, он никогда в жизни не будет орать на камеру, что «ну я же не лох», если ты орешь, что ты же не лох, когда тебя лохом никто не называл, то есть ты как бы публично признаешься в том, что ты в этом сомневаешься. Лох ты или не лох, это, ну, как бы становится все более очевидно нам по твоим результатам работы. Вот прошло пять лет Зеленского, и мы можем сделать выводы, лох он или не лох. Наши западные партнеры в своих выводах однозначны. Ну, вы видели, как поменялось их отношение к Зеленскому? Вот, кстати, и у многих украинцев. Ну, они не дураки, у них тоже поменялось отношение к Зеленскому. Понимаете, огромное количество наших самих соотечественников, украинцев, полностью солидарны и поддерживают изменение отношения к Зеленскому со стороны наших союзников. А нужно сказать честно, что шанс был Зеленским упущен. Шанс и абсолютно иначе поставить работу. То есть его вот эти дурацкие сентенции детские, детсадовские, с которыми он пришел в политику, они сейчас абсолютно неактуальны. Но он играет по прежним нотам. То есть он по-прежнему, он хочет понравиться. Самое отвратительное и ужасное в Зеленском, то, что вот лежащая на поверхности истина ему недоступна. Потому что если человек не фуфло, если он не лох, не лживая задрыпанная фитюлька, не ничтожество, а все-таки политик, он должен знать это, наступает момент в жизни политика. Не квартального чмыря, не трусливого подонка, а политика. Наступает момент, когда он понимает, что нужно принести свой рейтинг, свою карьеру в жертву своей стране. Я уверен, что во имя будущего своего государства, во имя следующих поколений надо принять непопулярное решение, которое тебя лично уничтожит. И Зеленский мог принять этих решений достаточно большое количество. Потому что если ты не умеешь организовать работу, если ты провалил работу по всем направлениям, если ты окружил себя, закапсулировался пятью-шестью дефективно вороватыми менеджерами и ушел в астрал, и ты уже не с нами. Потому что проблемы Украины, это не проблемы Зеленского. Зеленскому хочется нравиться и аплодисментов. Он абсолютно не меняет подходы. Вот его подходы к миру, к управлению страной не изменились. Он как не учился, не учится, учиться не собирается, да и уже поздно учиться. Все, приплыли, Бобик сдох. В 2014 году Конституционный суд дал разъяснение по поводу президентского срока. Есть решение суда. И оно не в пользу Зеленского. По Януковичу решили, там был точно такой же вопрос задан. Гуглиться легко. Поэтому, друзья, подпишитесь на мой канал и обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу. Иногда ваши мысли являются поводом для следующего блога, за что вам огромное спасибо. Поэтому подписывайтесь на мой канал, лайки, комментарии, репосты. А победа будет за нами, потому что за нами не за шаги.